Но прежде чем мы будем говорить о переходе, давайте сначала мы вообще рассмотрим устройство нашей жизни, что, собственно говоря, из себя представляет наша жизнь, как она организована. Да. Ведь Творец, когда создаёт человека, он его не просто создаёт, он его потом ещё и ведёт постоянно. И вы, наверное, ощущаете, что вас ведут, от чего-то вас отводят, к чему-то вас приводят. Это, так сказать, действие Творца. Да. Но кроме того, мы же живём в мире паразитов фактически, и поэтому есть ещё огромное количество паразитов, которые тоже стараются, как говорится, сесть на шеи и тоже вести нас по своей программе. Это, конечно, нужно обязательно убирать. И, собственно говоря, этим мы и занимаемся. Люди, которые приходят ко мне, скажем, на консультацию, они обязательно проходят такую процедуру очищения. Очищение от всех внешних воздействий. Вот. И очень важно понимать, что когда Творец создаёт человека, он, или, скажем так, создаёт сущность, да, вот, он что делает? Эта сущность, она принадлежит определённому роду. Но род не наш земной, а род небесный, если можно так сказать. То есть мы все здесь находимся, ну, я не знаю, как сказать, в командировке, там, так сказать, на испытаниях, как хотите это называйте. То есть мы проходим определённый процесс обучения здесь, вот, или, можно сказать, совершенствования. Потому что когда Творец создаёт человека, он создаёт монаду. Что такое монада? Монада – это Дух. Причём Дух очень интересный. Монада, она как бы состоит из двух частей, из мужской и женской части. И они попеременно, они воплощаются. И когда, скажем, одна часть здесь находится в физическом теле, то другая часть является фактически посредником между воплощённой частью и Творцом. Творец, когда создаёт человека, он не только как бы создаёт Дух, который является копией Творца, но он ещё и даёт человеку весь свой опыт. Обязательно даёт весь свой опыт, но как даёт? В потенциале. То есть это фактически программа, или, можно сказать, объём, объём тех знаний, которые человек должен получить. И мы можем сказать, что знание – это Творец, а сознание – это вот как раз мы. То есть не только мы, это и животные, растения. То есть сознание – это то, что, если можно так сказать, собирает сознание, создаёт сознание. И вот определение сознания, его практически нигде нету, никто даже никогда не говорит, что это такое. А вот я говорю, что такое сознание? Это собиратель знания. Или это то, что, вот это вот опыт Творца, который актуализируется. То есть каждый человек, вот каждый из нас, и не только каждый из нас, и все животные, и все растения, они обязательно имеют не только сознание в виде Духа, но имеют ещё, кроме этого, и Душу. Что такое Душа? Ведь для того, чтобы совершенствоваться, нужно совершать поступки. Для того, чтобы совершать поступки, нужна энергия. И вот оказывается, что Душа, она и представляет собой энергетическую основу. Если Творец является идеей и программой, то есть ещё вторая основа существования, вторая основа жизни. То есть мы говорим, что мужская часть это отец и это дух, а женская часть это душа. И вот когда мы говорим о роде, то мы имеем в виду как раз женскую часть. То есть род это то, что нам даёт мать. монада, она устроена таким образом, что она находится вся на ментальном плане, и там ничего не происходит, и там ничего не может происходить, потому что для того, чтобы что-то происходило, нужна энергия. тогда мы говорим, что существует три плана. Существует ментальный план, где ничего не происходит, но где находится монада, и там же находится что находится. Вот вся, весь тот потенциал, который нам дал Творец. И вот этот потенциал, он постепенно актуализируется. То есть просто двигается граница того, что уже осознанно и реализовано, и двигается в сторону ещё не реализованного того, что ещё только будет в человеческой жизни в будущем. Но для того, чтобы всё это реализовать, ещё раз говорю, значит, нужен обязательно астральный план. Ну и кроме того, физический план. Ну, физический план бывает не всегда. Иногда всё это заканчивается астральным планом. Но в любом случае астральные и физические планы это уже мир феноменов. Или мы говорим, если ментальный план это мир номинальный, то то, что происходит на астральном и физическом планах, это уже феноменальный мир. То есть мир феноменов или действий и всего того, что мы можем наблюдать.